К другим темам в ленских подразделениях компании «Алроса» продолжаются встречи трудовых коллективов. Работники не только подводят итоги за прошедший год, но и готовят вопросы для общего собрания хозактива компании. Какие темы волнует коллектив ленского автотранспортного предприятия номер два, узнала Олесь Васёва. Зимник с превышением, а вот до выполнения плановых показателей по транзитным перевозкам первая автобаза не дотянула 2%. Причина – неравномерность заявок на поставку товарно-материальных ценностей в отдельные периоды 2014 года. Транспортная работа выполнена на 98%. Выполнение по автоземнику составило 109,2%. Первые полугодия отработали с большим опережением плана, тогда как отсутствие грузов в третьем квартале не позволило выполнить нам годовой план перевозок. Хотя предприятие, как отметили участники собрания, обладало достаточно материальным и техническим ресурсом, чтобы закрыть год с положительной оценкой. Я хочу от имени управления, коллектива управления, от имени руководства компании поблагодарить вас за работу в 2014 году. Особо обидным становится то, что это небольшое невыполнение действительно, и мы могли выйти по результатам года со стопроцентным результатом. Тем не менее, те задачи, которые были поставлены перед коллективом, коллектив справился, все их выполнил. Продолжится в ЛТП-1 и техническое перевооружение. Ожидается поступление 14 автомобилей «Вольво». Из них 12 сидельных тягачей и 2 техпомощи. А также 22 единицы отечественной техники и 28 единиц прицепного состава. План по доходам предприятия должно выполнить на сумму 2,5 миллиарда рублей. Какими будут результаты труда за 2015 год, покажет время. А пока наградили лучших работников прошлого периода. В ходе собрания также были выбраны делегаты на общие хозяйственные активы производственного управления «Алмаздор Транс» и акционерной компании «Алроса». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова